Дорогие телезрители, ассаляму алейкум! Мы рады вас приветствовать на нашей передаче по душам. Вы задавали себе такой вопрос, что же является собой неуверенность в себе? Почему современные люди все чаще задумываются об этом? Неужели в этом кроется простая скромность или стеснительность? Либо здесь лежит что-либо другое? Это тема нашей передачи, оставайтесь с нами. Неуверенность в себе – это боязнь совершать какие-либо важные и нужные действия из-за страха потерпеть неудачу. Иногда у человека в голове создается такая мысль, что «а вдруг не получится? А вдруг все провалится? А вдруг я позорюсь? А вдруг еще что-либо случится?» Все эти «вдруг» имеют, оказывается, свою причину. То, насколько успешным будет человек и какую нишу он займет в обществе, не столько зависит от имеющихся у него запасов знаний, сформированных умений и навыков, а от того, насколько он уверен в себе. Ведь если человек постоянно чувствует неуверенность в себе и в собственных силах, он постепенно отказывается от желаемого и теряет стремление достигать своих целей. Любые события в нашей жизни нейтральны, и только мы делаем их положительными или отрицательными. Основными причинами неуверенности могут быть разные факторы. Например, генетический код родителей, неправильное воспитание, негативное влияние окружающей среды и средства массовой информации. Оказывается, неуверенность в себе, как и некоторые черты характера, могут быть не только приобретены в течение жизни, но и унаследованы от родителей, бабушек и дедушек. Вторым весьма важным фактором возникновения неуверенности в себе является воспитание в детстве. Некоторые родители из благих побуждений или из-за непонимания одергивают детей различными фразами, которые надолго отпечатываются в подсознании, формируя неуверенность. Третьим фактором в списке появления неуверенности в себе является социальная среда. Здесь очень важно оставаться верным самому себе и не поддаваться под чужое влияние. Одним из самых важных факторов также является средство массовой информации, которое зачастую транслирует негативную информацию. Неуверенность в себе является своего рода страхом унижения, порождающим нерешительное и боязливое поведение. Говоря о неуверенности, важно напомнить, что же такое уверенность в себе. Некоторые, оказывается, думают, что уверенный человек – это самоуверенность, это вот как будто бы высокомерный, думает о себе слишком много и так далее. Но что же на самом деле является уверенностью в себе? Уверенными в себе людьми обычно зовут тех, кто сохраняет спокойствие в ситуациях, где волнение и страх воспринимаются как норма. Как правило, это ситуация, где участвуют оценивающие зрители, в чьих глазах наша личность боится потерпеть неудачу или потерять личные рейтинги. Как говорят психологи, все проблемы человека родом из детства, и неуверенность в себе не исключение. Известный психолог Альфред Адлер говорил о том, что в детстве ребенок из-за своей несостоятельности, из-за своей слабости чувствует, оказывается, такое ощущение у него бывает внутри, как будто бы он неполный, как будто бы есть какая-то недостаточность в его действиях, в его росте, например, в его словах и так далее. И тогда у него закрадывается такая мысль, что я недостаточно хороший и недостаточно такой, как нужно взрослым. Многие психологи утверждают, что неуверенность – это следствие прошлого неудачного опыта и сформированного комплекса неполноценности. Если у ребенка отмечается умеренное чувство неполноценности, то это способствует развитию его личности и хорошо влияет на его достижения. Но если у него происходит глубокое застревание на них, то это приведет к появлению различных препятствий для личностного роста. По сути, чувство неуверенности в себе напрямую связано с оценкой окружающих. То есть с детства, когда ребенка воспитывают в атмосфере, что вот посмотри, на тебя сейчас смотрят и так далее, то это закладывает в нем такое ощущение и такое мировоззрение, что все нужно делать именно так, чтобы тебя хорошо оценивали. То есть полностью самого себя и все свои действия он расценивает с точки зрения окружающих. Таким образом, у неуверенного в себе человека критерий оценки своего поведения и того, хороший он или плохой, переносится на внешних людей, на людей, которые в его окружении. А хотя в реальности его оценка внутреннего состояния должна находиться внутри. Ведь людей много, кому-то вы можете нравиться, а кому-то нет. То есть мнение окружающих это слишком нестабильная субстанция, на которую нужно опираться. Неуверенность в себе может быть ситуативной или личностной. То есть ситуативной это когда все в порядке в принципе у вас, но вот возникла какая-то ситуация в форс-мажор и вы не знаете, как к себе поступить. В этот момент вы почувствовали себя неуверенно. Или же личностная. Это когда никаких ситуаций в принципе форс-мажорных не происходит, но вы постоянно находитесь в тревоге и постоянно кажется, что что-то идет не так, что вы недостаточно хороши, как нужно. Так вот, если это второй вариант, то есть оказывается 5 способов или причин, можно так сказать, по преодолению этого состояния. Внимание на экран. Первое. Заведите практику замечать свои достижения, даже самые мелкие. Чтобы научиться это делать, попробуйте пару недель записывать в дневник все, что у вас получилось хорошо. В день у вас должно получиться минимум 10 подобных дел. Второе. Заведите практику не сильно ругать себя за неудачи, а вместо этого извлекать урок из ситуации, например, говоря такие фразы. Ну что ж, ладно, в этот раз не получилось, зато и научился. Чтобы научиться это делать, просто придумайте подобную фразу, которая сработает именно для вас. И приучите себя ее использовать. Можете наклеить стикер на холодильник, создать напоминание в телефоне, написать ее на первой странице вашего органайзера и так далее. Чем чаще эта ободряющая фраза будет попадаться вам на глаза, тем лучше. Третье. Метод вопросов самому себе. В следующей ситуации, когда вы почувствуете неуверенность в себе, спросите себя, о чем я сейчас подумал? Чего я опасаюсь? То, о чем я думаю, так ли это на самом деле? Какие есть альтернативные варианты? Что самое страшное может произойти? Справлюсь ли я с таким исходом? Что мне нужно сделать прямо сейчас? Четвертое. Не концентрируйтесь на плохих, тревожных мыслях и ситуациях. Важно выкидывать из головы то, что не меняет вашу жизнь в лучшую сторону. Пятое. Соблюдайте и уважайте границы другого человека. И точно так же соблюдайте и уважайте свои границы. Уважение своих границ и интересов – неотъемлемая часть личности уверенного в себе человека. Психологи отмечают, что порой какое-то неосторожное слово или неосторожные слова, которые мы говорим людям, могут стать причиной тому, что у него сформируется неуверенность или какая-либо боязнь. Но существуют ли обратные слова, то есть слова, которые вселяют уверенность в человеку? Давайте посмотрим, какие слова можно говорить людям, чтобы приободрить их. Я считаю, что у вас всегда это хорошо получается. Кажется, у меня не получится. А вдруг получится? Что вы тогда будете делать? Для меня это сложно. Для меня тоже. Но если вы попробуете сделать, мне будет легче это повторить. Я не самый лучший. Для кого-то, может, и не лучший, а для кого-то лучший. Надо мной будут смеяться. Если вы посмеетесь вместе с ними, то весь ваш страх уйдет. А что, если я запнусь во время доклада? Тогда слушатели запнутся вместе с вами. Будет весело. Наверное, я не буду этого делать. Что обо мне могут подумать? А какую пользу вы принесете для общества, делая это? Дорогие телезрители, у передачи «По душам» есть рубрика «Вопрос к психологу». Пишите нам, пожалуйста, письма на данный e-mail и номер WhatsApp, который вы сейчас видите на экране. А к нам поступил вопрос. Давайте его посмотрим. Когда я что-либо говорю, меня часто перебивают. Из-за этого я чувствую себя неуверенно. Что мне делать? Действительно, очень часто бывает так, что, когда вы что-либо говорите, вас может что-то перебивать или даже агрессивно что-либо сказать в ваш адрес. Но это лишь говорит о том, что то, о чем вы говорите, то есть ваша тема, очень интересна ему. Важно здесь, чтобы вы прояснили цель. Для чего конкретно, какую цель преследует тот, кто задает вопрос? Например, вы можете сказать, в какой цели вы задаете этот вопрос? Что конкретно вы хотите узнать? Потому что не совсем, не всегда то, что он задает, на самом деле его интересует. Каждый человек, чем бы он ни занимался, играет важную и главную роль в истории мира. И, возможно, вам кажется, что вы просто обычный человек, но для кого-то вы являетесь всем миром. А с вами была передача «По душам». До новых встреч. Ассаляму алейкум. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова